Сегодня 21 октября пятница и вот о чем в выпуске. Жители дома на стройке обзавелись уникальной недвижимостью. Это первая в Ачинске мусорная площадка, построенная за счет собственников. Дети мобилизованных будут бесплатно посещать детсады. Такое решение приняли городские власти. Подробности в первой части выпуска. Городскую дорожную службу снова трясут перемены. Группа СТК лишится части автопарка. Куда уйдут машины? Расскажем далее. Глава Ачинского района Петр Хохлов временно отстранен от должности. Такое решение сегодня вынес железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству Следственного комитета. Как сообщается на сайте суда, Хохлов допустил халатность при исполнении своей служебной деятельности. Уголовное дело возбудила прокуратура. Поводом для него стал майский пожар в Белом Яру, когда огонь уничтожил 52 дома. Прокуроры выяснили, что возгорание 7 мая началось с нелегальной свалки на одной из улиц Белого Яра. При том, что суд еще в 2020 вынес решение ликвидировать мусорную кучу. Сделать это должна была районная администрация. Кроме того, перед пожароопасным сезоном в 2022 году глава района не обеспечил очистку земель от сухостоя. Теперь, на время предварительного следствия и судебного разбирательства, Петр Хохлов отстранен от должности. Исполнять обязанности, как сообщают в администрации, будет его зам Ярослав Долгерев. Напомним, Петр Хохлов возглавил Ачинский район в декабре 2020-го. Состояние мусорных площадок в Ачинске тема актуальная. Обычно к нам в редакцию приходят сообщения с жалобами на захламленность, нерегулярный вывоз мусора и так далее. Но сегодня, после обращения к нам телезрителя, мы столкнулись с примером, когда вместо жалоб люди действуют. Впрочем, смотрите сами. Вот такое архитектурное решение. Была площадка, на которой стояли контейнера. Теперь контейнерами перегородили въезд во двор на стройке. Такое видео сегодня нам прислала телезрительница. Женщина говорит, что во дворе дома 25 на декабристов, кроме контейнеров, въезд загораживают и бетонные блоки. Непонятно, почему мусорные баки оказались на дороге и кто до этого додумался, спрашивает Ачинка. В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, нам пояснили, что мусорная площадка расположена на придомовой территории и является собственностью жильцов. Именно они на общем собрании и приняли решение привести ее в порядок. Мы не увидели ничего неправомерного, поэтому это их решение. И мы не стали сопротивляться и стали даже помогать, оказывать содействие в ремонте мусорной стоянки. Переделали ее маленько, убрали бетонные блоки, расширили саму площадку общую, большую, сделали. Там она, конфигурация маленько другой была. И то, что сейчас мы наблюдаем, что там баки стоят не на мусорной стоянке, это было необходимо для того, чтобы забетонировать основание, самое вот это место накопления ТКО. В экотранспорте говорят, это правильно, что собственники озадачились состоянием площадки. Тем более, что по правилам именно собственники и должны следить за их состоянием. Обустройством площадок накопления занимаются, конечно, либо собственники земельного участка, органы местного самоуправления, управляющие компании. То есть обустройством, в том числе расстановка этих контейнерных площадок занимаются все-таки собственники земельного участка. Как и ремонтом, содержанием. Это очень вообще позитивно, когда ремонтируются контейнерные площадки. Вот в данном случае она, конечно, сейчас в более уже хорошем виде будет, чем вот была до. Также в экотранспорте отметили, что как только бетон подсохнет и будет возможность вернуть контейнеры, они займут свои места. Ориентировочно это случится в выходные. Что касается блоков, которыми раньше была огорожена площадка, то, по словам Балоночкина, они пока останутся в качестве преграды для въезда. Так как собственники готовятся провести собрание, на котором планируют решить оставить несколько блоков на въезде, чтобы ограничить сквозной проезд транспорта. Отмечу, что, по словам Балоночкина, это первый и пока единственный дом в управляющей компании, жители которого решили сами заняться мусорной площадкой. Без жалоб и нытья. Николай Черемных, Алексей Любезнов, телеканал ОСА. В Ачинске дети мобилизованных могут посещать детсады бесплатно. Поддержать семьи, где отцы находятся в зоне СВО, предложил городской совет депутатов в начале октября. Местная льгота начнет действовать с 1 ноября. Об этом телеканалу ОСА сообщила заммэра Татьяна Быкова. И пока решение принято до конца года. Как только документы будут на стадии выхода, все подготовлены, у нас начнется индивидуальная работа с семьями. Это заявительный характер. И мы сами выйдем на маму. Если мама напишет заявление, то эта работа будет проведена. Льготу получат дети всех воинов, участвующих в спецоперации, как контрактников, добровольцев, так и резервистов. Точное количество в мэрии назвать не могут. В управлении образования говорят, за следующую неделю всех жен мобилизованных они оповестят об освобождении от родительской платы. Сейчас за детсад семьи платят 1635 рублей в месяц. Решение о продлении меры поддержки в следующем году власти будут принимать по ситуации. Спецавтотранспортное предприятие будет содержать улично-дорожную сеть. Это не новая фирма. В него превратится группа СТК. Еще она лишится части автопарка и другого имущества. Интересно, что все это делается как бы для финансового оздоровления городской службы. Нам нужно, чтобы предприятие, колья наш, не просто так стало акционерным обществом, оно должно зарабатывать. Так проходит рабочая встреча на базе группы СТК. Тут почти все замы мэра, руководство и простые водители. Недавняя проверка счетной палаты нашла много нарушений с выплатами, с использованием транспорта, расходованием топлива. Антикризисная комиссия выработала план по оздоровлению. Часть уже бывшего имущества СТК – полигон. Иначе городская свалка передается в краевую собственность. На ее реконструкцию нужна сотня и ни одна миллионов. У города таких денег нет и не будет. Это не все. Балластом сегодня тянет на дно и старая техника. По словам руководителя Валерия Шпагина, почти половина автопарка изношена на 80%. Несколько машин пойдут в металлолом. В следующем году предприятие получит новый транспорт на 50 миллионов. В том числе планируется купить и подметально-уборочный прицеп. За действующим предприятием, которое останется в ведении города Ачинска, останется основной участок – это южная промзона, в том, где мы сейчас находимся, и земельный участок, и все объекты недвижимости, гаражные боксы. После разделения убирать улицы, содержать придорожную структуру останется спецавтотранспортное предприятие. Это пока рабочее название. Сейчас ему предстоит искать и новые способы заработка. Несколько лет Ачинский транспорт, а потом СТК, получала контракты на перевозку чиновников мэрии. Теперь мэрия решила возить себя сама. У нас администрация города как сапожник без сапог. То есть мы техники, у нас наша техника для обеспечения работы наших сотрудников, ее нет. То есть мы вынуждены в конце года проводить торги. И выиграем мы технику или нет, неизвестно. И неизвестно, я буду выполнять свои должностные инструкции на этой машине, либо на такси. Для улучшения показателей СТК планируется в администрацию города Ачинска передать 7 ликовых автомобилей. И с целью снижения административных расходов планируется рассматривать передача недвижимого имущества, находящегося по адресу переулок Пионерский 6А. Все перемены в городском предприятии планируют завершить до конца года. По оценкам мэрии, прибыль с учетом перемен может составить всего 600 тысяч рублей. Мэр Тетенков говорит, предприятию надо помогать. Нам нужно, чтобы предприятие, коль и наш, не просто так стало акционерным обществом, оно должно зарабатывать. Она и содержать должна дороги уличные на территории города Ачинска. Ну и оно еще, значит, как считают, что коммерческая организация. В наследство от группы СТК СТП получит контракт на содержание уличной дорожной сети на следующий год. Сейчас и дорожники, и чиновники думают, как же городское предприятие будет жить дальше. Наталья Сусанина, Николай Чаремных, Телеканал ОСА. Стоит только захотеть. И в доме новая мебель от КМК. Сеть мебельных салонов КМК. Просто всегда удобно. На дворе осенью это значит, что необходимо позаботиться о своем здоровье. А еще с наступлением отопительного сезона важен здоровый микроклимат в доме. Витамины для взрослых и детей, биоактивные добавки, ионизаторы и увлажнители воздуха, солевые лампы. Все это вы можете приобрести в аптечном центре губернской аптеки по адресу улица Кравченко, 7А. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8-983-575-46-66. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Инжиниринг строительства обслуживания приглашает на работу. Менеджера-сметчика, специалиста снабжения, конструктора, газорезчиков, электросварщиков, монтажников, изолировщиков, мастера общестроительных работ. Обращаться по телефону 3-10-73. Собеседование проводится понедельник и среда. АГК, вторая проходная, с 9 до 11 часов. Ачинские диабетики снова сообщают о проблемах с лекарствами. Трудности с получением жизненно важных препаратов у таких пациентов происходят часто. Татьяна Мартынова на днях осталась без таблеток. Они ей полагаются полностью бесплатно. Речь идет конкретно о форсиге. Лекарство, которое заменяет 6 уколов инсулина. Сказали, что форсиге нет. Что ее нет совсем? Что у нас она... Есть в наличии 50 штук, но она для инвалидов первой группы. Вообще ничего не предлагают замену. Что делать, если у тебя осталось 5 таблеток, а дальше неизвестность. Ты не знаешь, что выйти с тобой завтра. По словам Ачинки, замену ей все-таки предложили ставить 6 уколов инсулина или купить форсигу за 50% стоимости. К слову, лекарство дорогое для пенсионеров даже за полцены. Женщина говорит, диабетики будто привязаны. Таблетки выдают на месяц. Запастись впрок не получается. Так что пациенты с этой болезнью постоянно на стрессе. В Минздраве подтвердили, перебои с форсигой случились из-за транспортной задержки. На сегодня препарат уже поступил на склад губенских аптек. Сейчас лекарство доставят на территории. И со следующей недели его начнут выдавать диабетикам. По словам главврача Ачинской больницы Максима Суворова, пациентам сообщат по телефону. Механизм отлажен. Как объясняет руководитель МРБ, если однажды пациенту был выдан заменитель, или он согласился купить лекарство из-за отсутствия бесплатно, это не лишает его льготы. Такое бывало, что по льготе он не поступает. Препарат такой, да, потому что он закупать централизован. Это не то, что рядом лежит на полке препарат, допустим, с таким названием. Но человек принципиально не хочет переходить на предлагаемую схему, а схема предлагается врачам-эндокринологам. Есть вариант воспользоваться другим льготным правом, у которых продается препарат с 30% скидкой. В следующий раз, когда он придет за рецептом, если препарат будет по полной льготе, ему его без проблем всяких выпишут. Это не изменение программы. Если у вас есть вопросы, на которые вы не можете найти ответы, звоните в редакцию телеканала АСА. Самый большой дорожный ремонт в Ачинском районе близится к финалу. Сейчас дорожники готовят тротуары под укладку асфальта. Кому привалило такое большое счастье и сколько это стоит, сейчас расскажу. Такого ремонта жители Малиновки не помнят давно. Люди говорят, не ожидали, что будет сделано столько. Смущает жителей, что ремонт стартовал только осенью. Но работой довольны. Работы в Малиновке выполняет красноярская фирма «Строительно-бетонная компания». По контракту фирма выполняет ремонт дороги вдоль третьего и четвертого кварталов от амбулатории до улицы Молодежная, это почти полкилометра, еще 420 метров в первом квартале. Также вдоль отремонтированных дорог появятся тротуары и пешеходные переходы и будет заасфальтирована площадка перед остановкой на въезде в поселок. Этот большой дорожный ремонт на 15 миллионов Малиновка получила по программе социально-экономического развития, рассказывают в администрации Ачинского района. Отмечу, что по словам главного специалиста, по вопросам ЖКХ и транспорта администрации района нарушения все же есть. «Здесь идет у нас уже нарушение контракта, работы должны быть до вчерашнего дня, до 20-го подрядчик совершал работы на других участках дороги, поэтому чуть позже шли. Вообще обещаю до середины следующей, конец следующей недели». Добавлю, в этом году на ремонт дорог досталось всем сельсоветам района. Большая часть ремонтов в районе уже выполнена, говорит Чепко. Остались работы в Горном, Тарутинском, Причулымском и Истребовских сельсоветах. Там пришлось менять виды работ с асфальта на гравийные дороги. Да и подрядчики не заявлялись на торги. Сейчас все контракты либо уже заключены, либо на стадии подписания, а все работы по ним должны закончиться к середине ноября. Отмечу, что этот год едва ли не единственный за последнее время, когда в Ачинском районе было столько дорожных ремонтов. Николай Черемных, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тройное ДТП произошло накануне под Ачинском. На трассе между Покровкой и Тарутино столкнулись несколько автомобилей. Как рассказали в ГИБДД Ачинска, все произошло накануне около 6 часов вечера. 60-летний водитель Тойоты допустил столкновение с грузовиком Ивека, а потом еще и с прицепом. В ДТП никто не пострадал, оба водителя были трезвыми. Примечательно, что невольным участником этой аварии стал еще один грузовик, который уже неделю висит в этом месте на отбойнике. Автомобилисты выкладывают видео, на котором видно, что в темное время суток большой груз заметен только, когда приближаешься к нему. В ГИБДД подтвердили, что грузовик там с прошлой недели после ДТП. Сейчас решается вопрос об эвакуации многотонного автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На дорогах края уже начала образовываться снежная каша. Об этом водители предупреждают госавтоинспекторы. Так, например, сегодня снежно-грязевая мешанина появилась на трассе Енисей в районе Зеледеевского кольца. Дорожные полицейские просят водителей быть внимательными на дорогах. А вот синоптики говорят, что выходные будут относительно теплыми, но ветреными и пасмурными. Так, в субботу в Ачинске днем будет до плюс 11, ночью не ниже плюс 9. Ветрено. В воскресенье, по прогнозам, ожидается до 13 градусов тепла, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Возможен небольшой дождь. И это, похоже, последние теплые осенние выходные в городе. Уже с понедельника начнет резко холодать. В течение недели днем температура будет в районе плюс 5, а ночью значения будут и вовсе со знаком минус. Так что, Ачинцы, самое время насладиться последним осенним теплом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова